Приветствую вас! Я думаю, что основная проблема заключается в том, что вы разругались в пуг и прах. То есть, вы испытываете обиду. И я думаю, что именно в этом кроется основная сложность, потому что обида – чувство ваше, обида – это то, что чувствуете вы. Обида – это то, что является результатом, продуктом вашей внутренней деятельности. То есть, по какой-то причине вы решили, посчитали, что мужчина должен поступать с вами именно так, а не наши. По какой-то причине вы, именно вы, включились в ссору, включились в скандал. И моментально сняли с себя ответственность за него. За этот самый скандал. Я помню вас, помню ваш вопрос. Я на него отвечал в предыдущий раз, когда вы его задавали. Вот. Помнится, там вы выбрали у коллегу в качестве лучшего ответа. И мне, на самом деле, не совсем понятно, почему вы с этим коллегой не работаете. Ну вот, вы выбрали его, да? Почему вы не работаете с ним? Не разберете свои ситуации, да? И не подкорректируете свое поведение. Это было бы весьма кстати, мне кажется. И было бы очень полезно для вас. Давайте разберем ситуации. Тем более, что текст вы написали достаточно много. Вот. Значит, вроде бы сама не маленькая, уже за 50 лет. Ну, дело в любом случае не в возрасте, да? Потому что... Потому что... Физический возраст это одно, а... Духовный возраст это совсем другое, и... В данном случае... Вероятно... Можно говорить о том, что... Вы... Обладая... Физическим возрастом... Не обладаете достаточной степени... Духовным... Духовной взрослостью. Потому что... Ну, например, вот... Свои отношения, да? Вы... Не выстраиваете... Значит, гармонично... Очевидно. Потому что... Ну, явно здесь вы... Позволили... 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 А... А... Своему мужу... А... Нарушить ваши... Личные... Границы. Вот. Позволили мужу... А... Вторгнуться в ваше личное обрастранство. Вот. И... Кроме того... Как мы... Поняли из вашего... Предыдущего... Вопроса... Это то, что вы... А... А... Относитесь к нему... А... Как родитель... Что ни в коем случае не говорит о том, что... Вы... В этом смысле... А... Достаточно зрелая личность. Именно личность. Вот. Опять же, я понимаю, что вам это неприятно. Опять же, я понимаю, что вам это... Может быть... Не... Не очень... Будет нравиться... То, что я говорю. Вот. Ну... Лучше, мне кажется... Сказать об этом... Чем... Чем вы... Будете и дальше... Продолжать... А... Ссушивать... Какой-то негатив. Дальше. Значит... А... Другим даю совет. Ну... А... Не секрет, что... Давать... Совет другим людям... А... Очень легко. Вот. Гораздо легче... Все легче... Чем... Решать... Свои проблемы. Поэтому... Тех, кто... Дает советы у нас... Очень... Много. А вот... Тех... Кто... Сами по себе... Счастлив у нас довольно мало. Вот. Потому что... Советы дают легко. Дальше. Ахм... Значит... До свидания почти до развода. Я говорил, что у нас... Мы... Эээ... Наш брак... Уже... 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 У каждого второй. Да... И я говорил вам... О том... Что если... У вас... Брак... У... Каждого... Второй... Что... Это значит... Что... По какой-то причине... Первый... Первый... Первый брак... У вас... Распалит. И... Нужно... Понять... Почему они распалит. Нужно понять... Что вы... Именно вы... Делали. Как именно вы... Себя вели... Находясь... В... Первом браке... И вы... И ваш мужчина... Что это по итогу... Привело... К тому... Что... Ваш брак... Распался... Первый... Первый... Почему? Потому... Потому что... Потому что... Эээ... Если браки распадаются... Значит... Эээ... Как правило... Имеет место... Быть... Определенная модель поведения... Которая скорее всего... Повторяется... То есть... Очень мало... Мало вероятности... Мало вероятности... Что... Что... В новом браке... Вы будете вести себя иначе... Вот... Серьезно... Шансов... У этого... Очень мало... Как вы себя ведете с мужчиной... Почему вы... Почему... Эээ... Он... Эээ... Значит... Считает... Что вот... Его притязания... Его... Ожидания... Эээ... Они адекватны... Адекватны... В том смысле... Что... Ну... Он рассчитывает ведь... Он ведь рассчитывает, что... Эээ... Эээ... Вы будете делать... Эээ... Так как он хочет... Он же рассчитывает, что вы будете... Эээ... Эээ... Едеть к его маме... Он же... Совершенно очевидно... Эээ... 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 Вот... И вы... Как-то во всем этом живете... Вы же... Эээ... По какой-то причине... Эээ... 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 Происходить... Значит... Скорее всего... Что? Скорее всего... Скорее всего... Плюсы мужа... Перевешивали... Эти минусы... То есть вы... Готовы... Были платить... Вы готовы были платить... Тут... Эту цену... Да? То есть... Цену там... Эээ... Теперь кто-то изменил... Так... Эээ... В первом браке... Он прошел с женой двадцать лет... С двигровой его бывшая жена... Не особо ладила... И практически к ней не едила... В чем ее муж... И обвинял... Эээ... Вот скажите... Скажите... Эээ... Считаете ли вы... Эээ... Эээ... Считаете ли вы... Эээ... Адекватным... Тот факт... Что муж... Мужчина... Обвиняет свою жену... За то... Что она не едет... За то... Что она не едет... К... Эээ... Эээ... Его маме... Но ведь... Совершенно очевидно... Да? Что... Это... Это... Ведь... Его... Мама... Это его мама... Не ваша... Мама... Да? Вот... Понимаете? Какая столь... Совершенно очевидно? Совершенно очевидно... Совершенно очевидно... Так почему же... Почему же... Тогда... Вас это... Не... 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 Не насторожило... Например... По какой причине... Вас это не насторожило? Или вы думали, что... С вами... Так... Не будет... Вы думали, что... С вами такого не случится... Вы думали, что... С вами такого не произойдет... Понимаете? Какая... Какая история... Это вот... На мой взгляд... Очень... Эм... Важная история... Очень... Эм... Важный момент... Если мы хотим... Если мы хотим... Эм... Разобраться в вашей ситуации... Вот... Дальше... Эм... Она живет... В общем... Я ничего против нее не имею... И живет мой друг недостаточно... Вот... Оказывается... Теперь я стал в этом виноват... В этом вопросе... Это было дело времени... Это было дело времени... Потому что... Эм... Не важно... Кто это делает... Да? Не важно, кто... Обвиняет... Например... Вас... Это делает... Сама свекровь... Это делает... Муж... Это делает... Муж... По... Там... Наставлению... Направлению... Свекрови... Это все... Не имеет... Не имеет... Значения... Значения... Не имеет то... Что... Если это случилось... Один раз... То... Без... Р... Работы... Без работы над собой... Да? Без работы над собой... Э... Э... Со стороны... Мужа... Со стороны... Мужа... Это повторится... Это повторится... Опять... Опять... Вот и все... Я понимаю... Что это... Неприятно... Я понимаю... Что это... Что это... Э... Так... Не должно быть... Но это есть... Так... То есть... Здесь... Опять же... Возникает... Такая история... Что... Вы... Вы... Своим... Э... Поведением... Да? Э... Э... Приводите к тому... Что вас от меня распадает... Какое это поведение... Ну... Пока что... Пока что... Можно говорить о том... Только... Что... Вы ставите себя... Как-то вот... Э... Э... Видимо... Не совсем выгодно... По отношению... К... Партнеру... Понимаете... О чем идет речь... Дальше... Идем... Вы... Э... Спичите... Значит... Дело в том... Что... Я... Когда мы стали жить вместе... Это было 12 лет назад... По просьбе Мухи... Достаточно часто... Я ездил... Как надо... Зачем? Зачем? Ну... Что значит... По просьбе Мухи... Тем более... Вы знали... Э... Из-за чего расстались... Э... Ну... Из-за чего расстался Мухи... Со своей... Э... Предыдущей... Женой... Из-за этого... Понимаете... Если бы вы... Э... Если бы вы... Э... Поставили бы себя... Э... Сразу так... Что вы не будете это делать... То... И... Проблем бы у вас... Э... Не возникло бы... Если бы вы поставили сразу... Что вы не будете это делать... То... И... Предъявить мужу вашему... Вам... Было бы нечего... А так... Вы ездили? Ездили... Вы делали что-то? Делали... А потом что? Потом перестали... Потом делать вы просто перестали... И... Естественно... Естественно... Сразу же возникли... Какие-то... К вам... Претензии... Это нормально... То есть... Претензии... Это нормально... Ну вот... В данном случае... Да... Претензии... Это норма... К сожалению... К сожалению... К сожалению... Ну вот... То есть здесь по сути... По сути... Если согласились... Да... С учетом того что... Было до этого... Если согласились... Вот... То... Вряд ли... Вряд ли... Вы... Ага... Ммм... Ммм... Наверное... Думали о будущем... Вряд ли... Вряд ли... Вы считали... Ну вот... Что... Не можете что-то изменить... Изменить... Наверное... Вы рассчитывали на то что вас... Поймут... Ммм... Вот... Наверное... Вы рассчитывали на то что... Ну... Наверное... Вы рассчитывали на то что... Ммм... Отнесется к вам... С... Пониманием... Наверное... Вы считали так... Такую историю... Такая история... Наверное... Была... Вот... Понимаете... Откуда эта позиция взялась... Была... Дальше... Значит... Так... Эээ... И выходные... И после работы... В пятницу... Это ваш выбор... Так... Путь не близкий... В один конец три часа... В одних... Из них почти два часа... Стоит переполнена электричка... Нанесусь... Да... Вот вы говорите о том что вам не нравится... Вы говорите о том что вас напрягает... Вы говорите об этом... Это значит... Это значит... Что цена... Цена... Слишком большая... Цена слишком большая... Цена слишком большая... А... Присажаем... То есть вы уже... Уже... По сути... Не удовлетворены... Тем... Тем что... Происходило... Вам было это тяжело... Но вы терпели... Почему-то... То есть у вас... Эээ... Ну... Были основания... У вас были основания... Терпеть... Терпеть... Тут бы вот понять... Какие... Основания... Дальше... Идем... Значит... Эээ... Так... Вы пишите... Что... Постепенно... Эти поездки... Стали не частыми... По разным причинам... Иногда реально... Не хотела... По причине усталости... Иногда не могла... По объективным причинам... И... Как вы поняли... Наверное... Уже... В этот момент... У вашего мужа... Начало накапливаться... Недовольство... Как это так... Да... Вы... Ездили... Ездили... Теперь вдруг... Перестали ездить... Вот... И... Соответственно... Что это значит... Что о себе думаете больше... Там... Ооо... Ооо... В ком-то думаете больше... О маме его не думаете вообще... Ну... То есть... Понятно... Все это произошло не сразу... Но... Тем не менее... Тем не менее... Дальше... Эээ... Пять лет назад... Я купил машину... Выучил... Стала ездить... И стала ездить... Весенне-летнее время... И к цикрови... На свою дачу... Которая находится... В Чеховском районе... Что тоже не близко... Зачем? Зачем вы ездили к цикрови? К чему вы написали... Что... Ваша дача находится... В Чеховском районе... Что тоже не близко? Под опросом году... До смешного доходило... Когда в пятницу... Я выезжала с работы... И забывала... Куда же я сегодня... К цикрови лекарствам... Так правильно... Вы себя поставили... В такую позицию... В позицию жертвы... И стало это возможно... Благодаря... Благодаря тому... Что вы не умеете сказать... Нет... Стало это возможно... Благодаря тому... Что вы... Вы... Не... Простроили изначально... Свои личные... Личные границы... Вот... Ну... Я не знаю... Может быть вы надеялись на то... Что... Эээ... Муж... Эээ... Как-то их... Сам... Почувствует... Эээ... Возможно... Вы надеялись на то... Что... Эээ... Муж... Как-то... Эээ... Сам... Эээ... Вот... Перестанет вас... Эээ... 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 Ну... Дальше... Аааа... Значит... По подсчетам мужа... Ээ... Ээв... Вот вы только... Вдумайтесь... Вы только... Вдумайтесь... По подсчетам мужа! Ну... То есть он... Специально считал... Он специально считал... Он специально высчитал... А? По подсчетам мужа... Последнее время... Я стал чаще бывать у своих родных, которых, как он говорит, я люблю больше всех, а его и его и его маму игнорирую. Здесь хочется сказать, что ваш муж, он... ...прочно ассоциирует себя с мамой. Вот хочется что сказать. То есть, в том смысле, что для него, вероятно, и он, и мама, да, это вот что-то такое, типа, одного целого. Вот это одно целое. Это говорит о том, что мужчина не отделен от мамы, да, то есть эмоционально он от нее до конца не отделился. То есть, подумайте, это ребенок. О чем вам и говорил мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, между прочим. Вот. Это ребенок. И вы живете, по сути, таким вот, получается, большим ребенком. Опросы заключаются в том, только для чего. Почему. Так. Проявляется это в том, что у меня внуки и дети летом просто с ними побыть на даче, на даче неделю-две. То есть, мужик как бы вашего, да, это не волнует. В этом году, так, в прошлом году я прожила там месяц, потому что дождь защищалась диплом, но и к цикрови я тоже ездил, хоть и не час. Да, такое ощущение, что вы обрадовываетесь, обрадоваться здесь не нужно, не нужно. В этом году у своей крови появились проблемы со здоровьем, я мужик говорил, что, эээ, чтобы он зимой съездил к ней, к врачу, потому как он туда ездит раз в 10 дней. Зимой это проще сделать, а даже никаких дел нет. Здесь вы включаете тоже родительскую позицию, да, то есть, указываете своему мужу что-то там советуете и так далее. Да, то есть, это родительская позиция. Можно взять такси и сводить матч в матч в поликлинику. Вот это продолжение родительской позиции. То есть, вы считаете, что можно что-то сделать, ну, то есть, как бы, да, вот. Свои границы у вас не проставлены, а вот указывать, да, мужик, это легко, это легко, ну. Обратите, конечно. Эээ, ну, нет, ждали весну, когда я сяду за руль. Почему? Опять же, вопрос, почему? Потому что знали, что вы, скорее всего, не откажете. Я уверен, они даже, они, они не то, не просто знали, что вы не откажете. Не просто знали. Они были уверены, они считали, что вы должны что-то, грубо говоря. Понимаете? Какой, какой момент? Вот. Кхм-кхм. Потому что знали. Но для вас, я так понимаю, и это, эээ, тоже, эээ, такое, что-то неожиданное. Дальше. Так. Эээ, я не смогла поехать, тогда, когда им надо было, следить с тем, что мне опять надо в конце июня ехать, ээээ, следить с нюком, с муками, а для этого подбить на работе все вопросы. Да? То есть понятно, что, как бы, есть приоритеты у вас. И приоритеты достаточно, ну, четкие такие. Что хорошо. Я говорю ему, ты же сын, вот и съездник матери, отмать, эээ, вот и съездник матери, отвези ее на прием. Ну, в принципе, вы говорите, это адекват. Только вот форма, форма. Вот форма такая, как будто вы ему, ну, знаете, как сказать, как будто приказываете, что ли, как будто указываете. То есть это вот на самом деле не совсем та позиция, которая, ну, которая принесла бы вам 100% результат. Знаете? То есть, эээ, он сам, он сам должен был, должен был, должен был, был, эээ, к этому прийти, да? Он сам должен был прийти к этому решению. К этому решению о том, что вот ему нужно съездить и отвезти ее врач. Короче. Вот. А получилось? Получилось, что вы, вы его к этому, к этому решению, по сути, эээ, спорвили. Вот. А это значит, что вы его уязвили. Вы его уязвили. То есть показали, что, ну, грубо говоря, что вы, например, с одной стороны им командуете, да? С одной, с одной стороны вы им командуете, а с другой стороны, что сами вы, там, ну, что-то делать, возможно, не хотите. Вот. То есть история здесь, она вот такая. Опять же, ключевой момент здесь, ключевой момент, именно субъективная сторона. То есть, как вы пришли к тому, чтобы вот так ему сказать. А, приехал и заявил, что ко мне на дачу он не поедет до тех пор, пока я не буду ездить к его матери. Ну, тут понятно, что мама его, значит, настроила. И вообще, я думаю только о себе и своих родственников, с подругами встречаясь, о нем и его маме, у меня голова не болит. Это претензия ребенка. Но вы разругали слух и прах. Это значит, что и вы тоже включили ребенка. Почему вы включили ребенка? А, на самом деле, только лишь по той причине, что до этого вы подавляли себе, себе ваши, ну, свои чувства. То есть вы, как бы, ему говорили что-то типа того, да, что я, там, для тебя столько делала, там, да, я, там, для мамы, там, твоей, да, там, постоянно ездила, там, ну, что-то типа того, скорее всего. Что-то типа того, скорее всего, было верно, такая, наверное, бывает тоже. Ну, вот. Вот о чем я и пытаюсь вам сказать. Понимаете? Я именно об этом и пытаюсь сказать вам. Именно об этом. Я именно об этом и пытаюсь вам сказать, что вы ставите себя в такую, значит, позицию. Вот. Что? Сперва подавляете свои, значит, чувства, а потом, после этого, выплескиваете их наружу. Выплескиваете их в виде солнца. Тогда как, если бы вы в реальном времени все бы выражали, то не нужно было, не было бы необходимости ругаться. Вот. Ну и, я здесь рискну так вот, знаете, немножко предположить чуть-чуть, что у вас в сексе, в интимной сфере отношения, возможно, не очень хорошие. Почему я так предположил? Потому что скандал. Это вот то, что произошло, да, это психологическая игра. Скандал. Возможно, близости между вами, ну, духовно близости между вами, да, и интимной уже нет. Довольно давно. Либо есть проблемы. Вот. Потому что совершенно очевидно, что подобная ссора, да, ну, как и любая ссора, в принципе, не на пустом месте берется. И если это случилось, значит, для этого есть объективные какие-то факторы, объективные какие-то моменты. Вот. О которых вы здесь не говорите. Дальше. Я ему заявил, заявил, если он так болеет за мной, пусть с ней живет и жену с проживанием поближе к ней ищет, на меня давить не надо. Так вы же поддавались давлению все это время. По сути, все 12 лет вы поддавались давлению орган. И сейчас почему-то только вот спилили. А для него это, по сути, означает, что вы перестали его любить. Наверное, это странно и смешно, но я уже устал от этого. От чего убийстве так обидно? Что именно обидно? С чем связана ваша обида? Причем сегодня я не желаю ему все это говорить. Что именно? Он улыбается, что ты за меня мою жизнь планируешь. Ну, ребенок. Классический ребенок. По случаях родителей, сам сделает нам, как считает. Еще момент припомнил. Игров любит пожаловаться на здоровье. Классическая история, ей не хватает внимания. Решилось, что у нее сахарный диабет. Сахар повышен немного. Это правда. Но для ее возраста практически норма. Молотит потом все подряд. Ну и это ее право. Живет одна. Холодильник ломится. Мучь ей полные сумки тащит козырат. Причем, причем, чего повкуснее. Ольга, а вы простите, что ревнуетесь? Когда с деньгами было все нормально, я не против. Было сейчас достаток у нас не очень. Я ему говорю, куда ты столько накупаешь ей каждый раз. А тут вот это, по сути, вы выставляете себя жертвой здесь. Выставляете себя жертвой и уязвимой. Потому что дело-то не в том, это его выбор. Выбор вашего мужа. Он так сделал, потому что он считает это нормой. Он считает, что для вас не нужно это делать. Вам это не нужно. Значит, вы так себя опять же поставили. Вы так себя поставили. Вы так себя поставили, что мужчина может так поступать. И с чего ему до претензий предъявлять? С чего ему до претензий предъявлять? Какой смысл? Опять же, коллега вам говорил, что люди не меняются. И судя по тому, что вы сделали его ответ лучше, вы с этим согласны, что люди не меняются. Так чего же тогда вы противоречите сами себе? Получается. Ну, ведь согласны, наверное, с тем, что есть противоречия. Дальше. И дорого, и много. В морозилке место все забит. Но это опять же родительская позиция. Дорого и много. Вы ему как бы указываете. Тем самым его отталкиваете от себя. Это мне тоже в вину поставили. Мол, оговариваю и жаднейшую. Все верно, Ольга. Выглядит это именно так. Раньше вы с этим мирились, а теперь нет. И для мужа не имеет значения, что раньше деньги были, а сейчас денег нет. Для мужа, для вашего, как человека, который обладает эмоциональной привязанностью, например, к своей маму. Вот. Это на жесть, что вы стали вместе любить. По сути. Вот. И все. А ваши позиции, ваши позиции родителей по отношению к нему, типа, что вот, там, зачем маме столько, и так далее, и так далее. Вот. Она его только отращает. От вас. Как я уже говорил вам об этом. Вот. То есть. Вы добиваетесь? Вы добиваетесь. В сущности, и обратного эффекта. Когда. Говорите ему эти вещи. Потому что, ближе, ближе, ближе к вам, он не становится. От того, что вы делаете. К сожалению. Мотива... Мотива... Мотивации... Мотивации. Ему. Что-то делать. Для вас. Нет. Что тоже. Вот. Ну, вероятно, вы это чувствуете. Вероятно, вы это чувствуете, что... Нет мотивации. И пытаетесь его замотивировать. Но делать это... Крайне... А для него не привлекательно. Для мужа, я имею в виду. Может быть, вы за своим опытом жить с профессиональным, подскажите мне выход из ситуации. Я не совсем понимаю, какая ситуация, не совсем понимаю, какой выход вы хотите. Вот честно, только. То есть... Ситуацию вы создали сам. Которая сейчас имеет место быть. Ситуацию вы создали для чего-то. То есть, ну, совершенно очевидно, что... Это всё зареформировалось... В общем-то... Годами. Да. Ну вот. И... Это не такая история, что вот произошло что-то прям вот... Только что, да? Вот только прям... Сейчас и всё. Эта история сформировалась годами. Ваша. И... Скорее всего, это означает, что вам... Вам эта история. Вам эта ситуация. Она нужна. Для чего-то. Поэтому подумать стоит. В первую очередь. Я думаю, как выйти из этой ситуации. А о том, как вы в неё попали. То есть, прежде чем ходить куда-то, нужно посмотреть, как из этого выйти. Вы, простите, посмотрели, как из этого выйти? Нет, не посмотрели. Почему вы не посмотрели, как из этого выйти? Ответ довольно прост. Ответ довольно прост. Потому что вам это было не нужно. Это не то, что вас волновало. Это не то, что вас беспокоило. Правильно? Скорее всего. Значит, первое, что нужно, это чётко определить, по какой причине вы в этой ситуации оказались сами. Как вы оказались в этой ситуации? Что привело вас в этой ситуации? Понимаете? Какие желания, какие потребности привели к тому, что вы в этой ситуации оказались? Это первое. Это первое. Второе. Второе, что нужно сделать, это расставить свои границы. То есть, чётко для себя определить, что вы делаете, а что вы не делаете. Для мужа. Для мужа. Вот что вы делаете и что вы не делаете. Это один из ключевых моментов. Поставьте обязательно человека в известность. Что-то я делаю, что-то я не делаю. В чём-то ты можешь на меня рассчитывать, а в чём-то, извини меня, нет. И это абсолютно нормальная позиция. Абсолютно нормальная история. Далее, перестаньте обрадоваться. Перестаньте обрадоваться и говорите, что да, я плохая, я такая, вот что поделать. И всё. То есть, вам необходимо перестать подкармливать своего мужа какой-то вот такой реакцией, которая позволяет ему с одной стороны вас обвинять, с другой стороны позволяет ему, ну скажем так, да, чувствовать себя лучше. Вот. Не нужно доставлять ему такого, такого удовольствия. Я серьёзно говорю. Сейчас. Вот это то, что вы можете сделать. Что-то вам нужно сделать. Выход из этой ситуации, выход из этой ситуации, это не что-то, это не что-то единоразовое. Это изменение вашей модели поведения и причём изменение вашей модели поведения системно. В результате, например, изменение направления мышления и так далее. Это ни в коем случае не так, что вот что-то произошло и всё, вы вышли из ситуации, знаете, как и что вам теперь делать. Так и так это не работает. Не работает. Сейчас, по сути. Вот. Подумайте о себе. Подумайте о мотивации своего мужа. И, собственно, вот. Учтите всё то, что я сказал. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи.